И снова здравствуйте! С вами Валентина Скворцова. Расскажем о самом главном к этому часу. Внимание прессы и общественности, и не только в Архангельске, приковано сейчас к пленарному заседанию, которое в театре драмы проводит Владимир Путин. Он открыл заседание. И вот основные тезисы выступления главы российского государства. Арктика – это Россия. Есть 150 проектов, которые мы уже реализуем в Арктике. Мы открыты для сотрудничества с любой страной. Особое внимание Северному морскому пути. К освоению Арктики нужно подходить комплексно. Для бизнеса мы готовы создавать все условия. Но давайте послушаем Алексея Шемякина. Вот что он рассказал нам в самом начале выступления президента. Здравствуйте, коллеги. В эти минуты в Архангельском областном драмтеатре проходит пленарное заседание Международного арктического форума. Председатель стоит на нем президент России Владимир Путин. Форум оправдывает свое название «Арктика – территория диалога». Здесь действительно диалог между главами государств, губернаторами региона. На пленарном заседании присутствуют официальные делегации Вьетнама, Китая, Норвегии, Финляндии и Японии. А также все министры нашего федерального российского правительства. Красная линия проходит. Как Арктику сделать доступной во всех отношениях? Это касается и энергетики, и транспортной логистики, и другой инфраструктуры. Сейчас на форуме выступает президент России Владимир Путин. Он вчера побывал на острове Александры, земли Франции и Иосифа. И проверил исполнение своего поручения по очистке Арктики от мусора. По словам президента, результатами он остался доволен, но впереди еще много работы и обозначил новые задачи. Также сегодня планируется выступление и губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который также расскажет о том, как Архангельская область видит Арктику уже со своей стороны. И готова ли она стать действительно воротами в Арктику. Коллеги. Артемий Заварзин до сих пор контролирует информационное поле в САФУ. И он у нас в прямом эфире. Артемий, что еще важного произошло на площадках форума за последние два часа? Валентина, еще раз здравствуй. Рабочий день на Арктическом форуме в самом разгаре. Подошел уже к своему экватору. Оживленно на всех этажах и коридорах САФУ у нас здесь в пресс-центре также продолжается работа. Работа. Участники что-то обсуждают, дискутируют, обмениваются мнениями. Но самое главное, на территории диалога действительно есть место общему пониманию того, как двигаться дальше, куда развиваться и в каких направлениях, какие сферы развивать. Для Архангельской области день знаменателен тем, что был подписан ряд очень важных соглашений. Одно из них с компанией Россети. Она обеспечит централизованное электроснабжение Мизинского и Лешаконского районов. относящихся к арктическим территориям России. Для обеспечения надежности подачи электричества будут возведены две подстанции. Линии электропередачи протянутся из Архангельска и Северодвинска. 12 тысяч населения живет сегодня вне единой энергосистемы страны. И сегодня мы подписали документ, где мы берем на себя обязательства за счет наших средств с помощью вашей перспективной поддержки. Те планы, которые мы с вами проговаривали и уже прописаны в нашем соглашении к реализации, меняют социальный климат в регионе в целом. Развивать двусторонние связи Архангельская область будет и с Хабаровским краем. Сегодня было подписано соответствующее соглашение. Регионы будут обмениваться опытом работы по вопросам энергетики, внедрения современных технологий в энергоснабжение и производстве строительных материалов. Отдельная тема совместной работы – судостроение. Соглашение с Хабаровским краем подкреплено планом мероприятий до 2020 года. Он определяет конкретную программу действий. Так что с уверенностью можно сказать, что Арктический форум стал знаковым для Архангельской области. Безусловно, и подписан действительно ряд очень серьезных и важных соглашений, которые предполагают только одно – развитие. Развитие для нашего региона. О развитии событий на форуме мы будем продолжать сообщать дальше. Пресс-центр работает до самого вечера, сегодня здесь. Поэтому, Валентина, передаю тебе слово. Спасибо, Артемий. Одна из знаковых встреч сегодня, которая прошла в рамках форума у губернатора Поморья Игоря Орлова с министром иностранных дел Норвегии Берге Брэнде. Главная тема – перспективы развития партнерских взаимоотношений и дружбы регионов, связанных общим интересом развития Арктики. Это встреча – продолжение разговора, который был начат в первый день форума. Вчера Игорь Орлов встретился с губернатором норвежской провинции Тромс Сесилией Мюрсет. Речь в том числе шла о сотрудничестве в области развития транспортного сообщения между территориями. А сегодня министр иностранных дел Норвегии Берге Брэнде заявил, что считает крайне важным возобновление прямого авиа- и морского сообщения между Тромсю и севером России, в том числе и Архангельском. Совершенно согласен с вами, господин губернатор, в том, что очень важны вопросы инфраструктуры. Это крайне важная тема. Мы знаем, что есть идеи о том, чтобы Хюрти Рютен продлил свой маршрут, и чтобы эти суда доплывали до Архангельска и до Мурманска. Также есть очень интересная инициатива о возобновлении прямого воздушного сообщения между Архангельском, Мурманском и Тромсю. Это авиакомпания Fly Viking, которая хочет открыть такие рейсы. Но мы можем обещать, что это не будут те разорительные походы викингов. Также министр отметил высокий потенциал Архангельской области по части судостроения по запасам природных ископаемых, лесных богатств в рыбной отрасли. Он заверил, что сложившиеся партнерские взаимоотношения в области образования, культуры, туризма послужат основой для новых проектов. Совершенно очевидно, что у нас очень долгие, очень тесные, дружеские отношения с Норвегией, с вашими провинциями, с которыми мы сотрудничаем, с Рамблых Баренов, февротического региона. И даже встречи вчера, которые мы здесь состоялись с губернатором Тромсю, это почти встреча породственная. У нас, повторюсь, много совместных проектов, ни один из них не остановлен. Да, они требуют, может быть, каких-то дополнительных усилий, но у меня нет никаких сомнений, что и климатическая стратегия, научно-образовательные проекты, транспортная стратегия, которую мы совместно организуем, придут к тому итогу, который мы все от него ожидаем, и уровень нашего взаимодействия будет только развиваться. Нет никаких сомнений, что у нас с вами всегда будет повод встретиться, чтобы обсудить наши совместные проекты и намеченные планы, отметил в заключении встречи Игорь Орлов. И еще одно соглашение подписала Архангельская область сегодня, а в результате у нас будет создан Арктический яхт-клуб. Соглашение четырехстороннее. В возведении нового спорткомплекса примут участие администрация Архангельска, правительство региона, северное морское пароходство и инвестор из Москвы, компания «Севергрупп». Такой важный детско-юношеский, социальный, туристический проект запущен к реализации. У меня нет никаких сомнений, что он будет реализован, поскольку он очевидно интересен всем. Мы считаем, что это даст новый толчок развития, в том числе, может быть, таким достаточно футуристическим направлением, как там яхта ледового класса, как каждый помор должен будет иметь возможность управлять, иметь возможность... Под парусом к Северному полюсу. В рамках соглашения на территории существующего парусного центра «Норд» будет проведена масштабная реконструкция. Появится здание спортшколы, будет обустроено место водной стоянки судов. Одним словом, это будет центр притяжения и спортсменов, и туристов, и всех поклонников здорового образа жизни. Это, прежде всего, наверное, первый такой абсолютно прикладной проект по развитию города. Очень давно город пытается так или иначе решить проблему развития их клуба. Мы надеемся, что подписанное соглашение – это очень такой серьезный шаг с точки зрения инвесторов, говорящий о готовности войти в этот проект. И говорит еще для меня знаково, что они видят перспективу развития яхтиного туризма в городе Архангельске. Сегодня в центре «Норд» занимаются более 200 спортсменов, среди которых и мастера спорта. В будущем количество яхт-сменов может увеличиться многократно. Яхт-клуб «Арктика» станет площадкой для проведения мастер-классов и крупных соревнований, которые до этого в Архангельской области не проводились. Светлана Дейнек, Артемий Заварзин, Денис Линчевский. Сейчас в регионе. Строительство глубоководного морского порта Архангельск в регионе могут начать уже через три года. Об этом во второй день работы форума заявил гендиректор арктического транспортного промышленного узла Архангельск Сергей Кокин. Сейчас в столице Поморья находятся потенциальные инвесторы проекта – представители китайской компании «Поли Интернешнл Холдинг». К слову, той самой, которая намерена инвестировать и в проект «Белкамур». Одна из целей их визита на форум – обсуждение деталей предстоящей глобальной сделки, размер которой оценивается в 150 миллиардов рублей. На данный момент с китайскими партнерами находимся на достаточно высокой стадии проработки. Выходим уже на обсуждение концессионного соглашения. По нашим планам в 2018-2021 году мы планируем завершить проектную стадию и после нее выходить уже на строительство. Проект строительства нового глубоководного порта в Архангельске тесно связан с проектом строительства железнодорожной магистрали «Белкамур». Направление грузопотоков по «Белкамуру» с последующей обработкой и перевалкой грузов в Архангельском глубоководном порту позволит бизнесу существенно сократить транспортные расходы, связанные с доставкой грузов с востока страны на запад. И снова слушаем участников форума. Им есть что сказать о событии международного значения. Страна сегодня беспокойна тем, что альтернативы для досрочных завозов нет по стране в целом, для арктических регионов. Это и для Чукотки, и для Магадана, и для Красноярского севера, и для Якутии. Поэтому любые решения, которые снимают нагрузки в этом вопросе, они важны в целом для страны. Поэтому сегодня пытаются искать какие-то другие варианты, в частности, замещение, может быть, развитием всем морпути, пути доставки грузов. Но это она не решает, потому что существовала в свое время, в советское время, доставка грузов через Северный морской путь, но они не решали. У нас в Архангельской области нет национальных школ, нет национальных детских садов, но есть представители малых коренных народов. И поэтому для нас это соглашение наиболее важно, потому что вместе с коллегами мы сможем реализовывать самые лучшие практики по сохранению языка народов, по изучению культуры, традиций. И начинать это будем с дошкольного возраста. И я уверена, что тем самым мы сделаем вне всем серьезный склад для того, чтобы сохранить самые добрые традиции, самые добрые начинания и самое главное знание у подрастающего поколения о своем народе. А сейчас переместимся на площадку молодежного форума в Малой Карелы. Накануне вечера молодые форумчане лично познакомились с вновь назначенным главой Росмолодежи Александром Бугаевым и министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Олеся Кукина расскажет подробнее. В одном из своих первых интервью в новой должности Александр Бугаев отмечает, он гордится российской молодежью. На форуме собрались ребята, отмеченные высокими международными научными наградами. Профессионалы, востребованные ведущими научными державами. Именно они внесут существенный вклад в развитие Арктики. Все, что здесь будет выработано, мы донесем и до организаций, которые отвечают за развитие арктического региона, и, конечно, до крупных компаний, которые здесь работают, потому что они первые заинтересованы в том, чтобы молодежное арктическое движение развивалось и крепло. А вот министр образования Ольга Васильева осматривается в палаточном лагере перед своей лекцией о роли человеческого капитала в Арктике. Делиться с молодым поколением знаниями она предпочитает стоя. Педагогическая привычка дает о себе знать. Важная часть панельной дискуссии и вопроса, и больше всего студентов и магистров интересуют, где искать работу выпускникам вузов. Рекомендации министра не боятся перемен, в том числе и места жительства. Я считаю, что уехать, пока ты молод, в другой регион, на хорошую работу возможно. И вот ректорский корпус ведет очень большую работу по трудоустройству, поверьте мне. Молодые ученые переживают за развитие науки в стране. Министр успокаивает курс на академические вузы. Практика не и остается в прошлом. В будущем наука должна быть молодой и сильной. А значит, путь к Нобелевской премии нужно начинать как можно раньше. И глава ведомства уверена, в России есть кому вступить на эту дорожку. У меня всегда очень хорошее впечатление, когда встречаюсь с нашим молодежью. А здесь впечатление усиливается еще тем, что здесь ребята из разных городов России, чьи помыслы связаны и специальности будущей, именно с арктической зоны. Поэтому впечатление очень хорошее. Хорошие глаза, умные, хорошие ребята, хорошие вопросы. Приятную новость министр озвучила и для тех, кто только собирается поступать в вуз. В этом году 57% мест в плане приема отечественных учебных заведений будут бюджетными. А квоты целевых программ вырастут на 5000 в сравнении с 2015 годом. Олеся Кокина, Александр Кузнецов. Сейчас в регионе. Пока это все. Следите за новостями на канале «Правда Севера». Увидимся в 17 часов. Субтитры подогнал «Симон»